Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 608. События дня. Евангелие от Иоанна 20.31. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его за 12 августа 2017 года. События повторяются. Речь идет о событиях не мирового масштаба. А какие события были у нас? Суббота. С утра до вечера моросит дождь. Ну и все. Деревня на 20 дворов. Какие могут быть события? А события и есть. Мне Володя дал занятия, а побыл у голубей, распрямлять гвозди. О, как гвозди, как иглы, о чем говорит Эклесиаст. Я целую кастрюлю выправил. В сенях. Посадил меня, чурку дал, молоток. Вот теперь сижу и выправляю. Родной тоже начальники тут есть. Затопили русскую печь. Перед этим было... Марина печет. Порядок навести. Заметил, что открытый ящик, не закрытый. Один, второй, третий с пряниками для детей, с печеньем. А это у нас запрещено. Немедленно все арестовывается, относится в подарок. У них можно съесть. Там у мыши не было, но оно открыто было. Нарушено правило. И все, лишились всего. И тут же отнесли. Ну, смотрим за этим делом-то. Потому что, хотя детского лагеря нет, но правила остались те же. Дети были в гостях. Баню Володя топит. Сходить в баню. Приготовиться. Отдохнуть перед службой. Потому что батюшка, длинное богослужение. Потом записал несколько человек, какие впечатления от посещения баптистами нас в среду. Прошло-то уже два дня, четверг, пятница. Обдумали. Потом будет это все выставлено. И еще в двух местах запишем тех, кто присутствовал. Какие впечатления. Вот это события. События, которые отражаются на последующую жизнь. Все, готовились поехать на первый мостик. Там справа фланга перетащить камни. Все, забочишься весне, сильный поток будет. Как бы ни размыло. Это события для нас. Все приготовлено. Выехать нельзя. Дождь идет, слякать. На понедельник отложили. Ну и показать наши ресурсы. Вот первый. Это мой мир. Очень люблю. Вот как выглядит. Вот я где в шапке. Вот у нас здесь 6741 видео. 18758 фото. И уже кое-что перетащилось. Переношу. Все время сначала снимаю замки. Закачку веду не я. В другом месте. А потом переношу все в мой мир. Вот оно где. Сколько уже перешло. Уже 6. Каждый день ставлю по 10 роликов. Ленточный форум. Православный. 1600 тем. Очень богатый. Каждый день. Ну, 250 там больше. До 700 человек заходят. И ни слова. Спору нету. Почему? А, добавить нечего. Человек, если спорит, что он не прочитал. Ему тут делать нечего. Ну, и наш видеоканал. Вот тут, как всегда, события дня. Вот. Показываешь, какие здесь события. Ко Кресту. 28. Спасаться от комаров. Это все ролики, которые столько есть. И ролик, так сказать, ресурсов. Православный библейский сайт. Не форум, сайт. И здесь самое ценное, считаю. 4124 ответа по темам. Ну, а какие темы? Темы разные. Внутренний мир человека. Помаленечку беру по вопросу. И отвечаю. Вопрос 2280. 9-й том открытым оком. Исход 23.1. Не внимай пустому слуху. Не давай руки твоей нечестивому. Чтобы быть свидетелем неправды. А означает ли это, что уже в те времена сделки закреплялись с пожатием руки и полным одобрением действий оппонента? Это мне вопросы. Я стою за каперой в университетах в разных. Вот. Или по радио в ВЛ-3 программы. Задают вопросы, отвечаю на них. Ответ. Смысл подачи руки означал согласие и готовность оказать помощь. Окончание сделки и ее утверждение скреплялось договором и печатями. Иеремия 32.11. Взял я к общую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую. Иеремия 50.15. Поднимите крик против Него со всех сторон. Он подал руку свою. Пали твердыни Его. Рушились стены Его. Ибо это возмездие Господа. Отмщайте Ему. Как Он поступал, так и вы поступайте с Ним. Вот видите. А вопрос задают уже по священному Писанию. Это редко, когда чтобы в мирских организациях где-то там по радиопрограммам было. Богу не угодны наши союзы с нечестивыми. И Он разрушает все до основания. Нет ни Варшавского договора, нет союза. А сколько было рукопожатий, заверений друг перед другом. И узнав о благодати, это пишет апостол Павел в послании Галатам. Данные мне Яковы, Кифы и Иоанн, посчитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Второй царь 3.12. И послала Венера от себя послов к Давиду в Хеврон, где он находился, и сказал, «Чья это земля?» И еще сказать, «Заключи союз со мной, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский». 1 Езер 10.19. «И они дали руки своего уверения, что отпустят жен своих, и что они повинны принести в жертву овна за свою вину». Это вот вопрос по Писанию, и какой ответ? Серахов 8.16. «Не поручайся сверх силы твоей, а если поручишься, заботься, как обязаны заплатить». Серахов 29.20. Поручительство привело в разорение многих достаточных людей и пошатнуло их, как волна морская. Писание дает свидетельство об этом. Шепчется за углом, и договор свой скрепляет рукопожатием. И человек, связавший себя этой ложью, делается свидетелем небывшего и губит душу свою. Ров 4.7. Прежде такое было бы еще в Израиле при выкупе и примене, для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, который принимал право родственника. Это было свидетельством у Израиля. Вопрос 2281. Сын блудницы не может войти в общество Господне. И десятое поколение его не может войти в общество Господне. Вообще удивительно. Второзаконие 23.2. В чем, собственно, заключается вина сына, если во всем виновата его мать? И почему именно до десятого поколения никто из его рода не могут войти в общество Господне? Ответ. Обществом Господне называется весь народ израильский. О его генетической чистоте Бога Иегова особенно печется, чтобы сохранить в народе веру, чтобы не осквернились смешением с нечистыми и необрезанными язычниками, идолопоклонниками. Нееме устроил поголовное разводство с иноплеменными красавицами, потому что народ стал астимилироваться с чужими нациями, с чуждыми, разжижаться. Говорят, даже трудно поверить, как это можно было устроить. Ну, как устроил, и Писание сохранило это. Конечно, нелегко это далось. Ниеме 13.34 Оттого сыновья их в половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. 1 Езра 9.12 Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той, и передать ее в наследие сыновьям вашим навеки. Язычники ничего не теряли, перемешиваясь с евреями, потому ограду нужно было держать со стороны Израиля. Бытие 34 4.9 Породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе за сыновей ваших. Что касается блудницы ее детей, то этот закон в Израиле постоянно и упорно нарушался, и в первую очередь самими царями. Вот интересно, когда простолюдин нарушает кара, а когда богатый, ничего нет ему. Число 15.15. Для вас общество Господне и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваших, что вы, то и пришелец, да будет перед Господом. Устав один, второзаконие 23.3. Амонитянин и мавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне во веки. Но это установление было условно. Когда кто совершал подвиг во славу Иегова, искренне переходил к еврейскому богу, его принимали. Амонитянин не войдет. Иудей 5.5. Ахиахор, предводитель всех свиного Амона, сказал ему, Выслушай, господин мой, слово Иезус, раба твоего. Я скажу тебе истину об этом народе, живущему близ тебя в этой нагорной стороне, и не выйдет лжи, Иезус, раба твоего. Иудей 14.10. Ахиахор же, видя все, что сделал Бог Израилев, искренне уверовал в Бога, обрезал крайнюю плоть своей, присоединился к Дому Израилю даже до сего дня. Ну, написано не принимать. Ну, написано, однако, я же не выдумываю, написано. И однако же, вот теперь пошли исключения. Что интересно, верующим не мог быть член партии большевиков. А однако Ленин сделал исключение для тех, кто в особо трудных условиях, в особо трудное время для партии, особо важное сделал для них. Помог. Второзаконие 23.7.8. Не гнушайся и думеянином, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем с земли его. Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне. Дети блудисты ничем не виноваты, как и сегодня. Если родители болеют венерическими болезнями, то и дети от них такие же могут родиться, а они ни в чем не виновны. Наследственность Израиля распространил и на вход в общество, на собрания, на церковь. Очевидно, что они могли жить в стране, но не имели преимущества израильских кровей. Это были пасынки. Но это не распространялось на царство небесное, а только на земные преимущества. Это было крепкой уздой на походливых, ибо удар падал на потомков, на их права. Когда это все человеку покажешь, бывает, человек и задумывается. Из Икиилия 18, 14 и 17. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповеди моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. Почему в десятом поколении? Это Бог сказал, и на это никто, кроме Бога, ответить не может. Сможет. Человек будет только исполнять или нарушать. Сегодня человека судят по статьям Уголовного кодекса, где каждая статья несет свою нагрузку. Почему за какое-то преступление, вовсе вроде бы незначительно, дают срок много больше, чем тянет грех? Судья не может даже ставить этот вопрос. Он должен накручивать по этой статье до вершины или по низшей шкале, но не выходить за пределы указанного от 6 до 10 лет за изнасилованием. Бытие 4.24 Если за Каин отмститься всемиро, то за Ламеха в 70 раз всемиро. Смотрите, какой вопрос, ну и какой ответ. Ну, считай, на сегодня достаточно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.